Познание театра изнутри. Познание театра, что такое кулиса по-настоящему. Не то, что это дверка твоя на выход, а как она крепится, как она вяжется, как вяжется вверх, как ставится свет, как разбирается, как набивается половик, какими гвоздиками, через какое расстояние его надо набивать, как собрать оркестровую яму, как разобрать оркестровую яму, как опустить штанкеты автоматически, как руками поднимать штанкеты. То есть весь театр мы изучили за эти полтора года именно вот с этой стороны. Мы были вынуждены с утра заниматься, нам надо было поставить репетицию. Если кто занят в репетиции, отрепетировать, разобрать репетицию, собрать вечерний спектакль, отыграть вечерний спектакль, разобрать вечерний спектакль. И потом, ну такая служба была в армии, мы могли идти домой до следующего утра. Ну это нам, конечно, всем дико повезло, потому что в такой армии только еще, наверное, ЦСКА и ансамбль Александрова. Но это дало возможность действительно понять, что такое театр изнутри. Вот для меня эта школа, наверное, одна из самых важных. Не касаемо профессии, а что такое театр? Вообще, что это за машина, которая работает на артиста? На артиста. Когда были гастроли, мы грузили декорации вместе с монтировщиками. И поверьте, я знаю, как грузить большие декорации в пятитонные фуры. Как это все укомплектовывается, какая лестница сначала подается. Этому нас тоже научили монтировщики. Вот, поэтому вот эта вот школа, театра, на чем основана вся машина, много мне дала в Театре армии. Потом в Театре армии начались уже такие серьезные работы с хорошим режиссером Александром Васильевичем Бурдонским, ученик Кнебель. Александр Васильевич Бурдонский, любимый внук Иосифа Виссарионовича Сталина. Это сын Васи Сталина. Вот мне с ним довел. Он меня ввел, можно сказать, в профессию, потому что молодому человеку в 20 с лишним лет... Я работал в составе с Сашей Балуевым. Мы играли в спектакль «Дама с камелями». Мне была доверена роль Армана Дюваля. Но так, что сказать, играл? Ничего я не играл. Я ходил как мальчик красивой внешностью. Обо мне говорили, этот человек умеет носить фрак. Ну, наверное, я тогда умел носить фрак. И больше, наверное, ничего. Но как основа профессии для меня, наверное, это было очень важно. Потом с Александром Васильевичем мы делали спектакль «Кассоны. Деревья умирает стоя». Нина Афанасьевна Сазонова, если знаете такую артистку, играла бабушку. Владимир Михайлович Зельдин играл дедушку. Ваш покорный слуга играл ее подставного внука. Оля Богданова играла. Ну, понятно. И вот, наверное, самая основная школа, о чем говорила Светлана Николаевна, что мы учимся у артистов. Как я репетировал, я плохо помню, честно вам скажу. Репетиции были тяжелые. Но тяжелые для меня в чем? Потому что ты выходишь на площадку с великими, великими мастерами. Притом Владимир Михайлович Зельдин, а все его в театре называли дед. Не было за что. Он мне все время говорил, Сашка, ты не умеешь разговаривать на сцене. Вообще не умеешь. Вообще. Вообще не умеешь. Понимаешь, здесь такие звуковые ямы. Вообще здесь у нас. Вообще звуковая яма. Ты понимаешь, с пятого ряда по десятке тебя вообще никто не слышит. Вообще, если ты вот так стоишь на сцене. Поэтому в театре армии, а в театре армии, простите, 90-е от портала до портала. И когда мы в армии служили, опускался когда железный занавес, в конце рабочего дня, тяжелый противопожарный занавес, мы играли в футбол. И я вам скажу, что мы уставали бегать от одних ворот до других. И Владимир Михайлович мне говорил, Сашка, надо веером разговаривать, веером. Понимаешь, вот отсюда начинаешь, вот так вот, и все слышно. Вот отсюда начинаешь говорить, и вот так вот голову поворачиваешь, и звук так вот у тебя и идет. Понимаешь, вот так вот все. Школа была потрясающая, потому что деды, старики научат тебя тому, что ты, наверное, в силу своей несостоятельности молодости можешь не взять от режиссера, потому что ты не очень понимаешь, наверное, как и что от тебя просят. Потому что ты молод, ты не обладаешь внутренним знанием, ты не разбираешься в своих чувствах, ты не понимаешь, как ими управлять, как ими владеть, как их. Плохое слово, ненавижу его, изобразить. Это плохое слово. Я приверженец театра настоящего, то есть настоящего, в смысле, сейчас объясню, настоящего, который затратный. Приверженец энергетического театра. Приверженец театра, который меня заставляет даже, скорее всего, не думать, а чувствовать. Очень много раз слышал, я не люблю, когда там многие зрители говорят, ой, артист мокрый на сцене, это ужасно, это у меня не вызывает никогда чувство моего оскорбленного достоинства, если я вижу мокрого артиста на сцене, потому что я понимаю, что он работает. Он может быть зажат, он может быть зажат, и от этого начинает потеть, и ему некомфортно. Но когда я смотрел спектакль «Игроки», это было лет, наверное, 10 назад, с Олегом Евгеньевичем Меншиковым, они у нас играли в Моссовете на малой сцене, Олег Евгеньевич через минут 20, он был мокрый, как... Ну, от него летели брызги, просто летели. Я не думаю, что он был мокрый от того, что он не знает, что делать, и поэтому ему жарко. Нет, от того, что он выплескивает слишком много и отдает слишком много, он себя тратит, естественно, наступает такой момент... Ну, я тоже мокрый, честно вам скажу, мокрый.